С наступлением тепла любители грибов отправляются на природу. Однако большую опасность представляет не сам лес, а мицелиевые друзья, которые при несоблюдении правил безопасности могут спровоцировать тяжелейшее отравление или даже летальный исход. Изначально грибы это скопление мицелия, которое имеет свои особенности роста. Благоприятным временем произрастание тяжело назвать какой-то конкретный период. На рост грибов влияют погодные условия и температура воздуха. Например, если период засушливый, то урожай будет меньше, ведь они очень любят влагу. То, что мы с вами видим и то, что собираем, это называются плодовые тела. Собственно, сам гриб это огромный мицелий, который располагается под почвой. И вот чтобы плодовому телу созреть, конечно, требуется время. Для того, чтобы нарастить мицелий и вырастить плодовое тело, нужно, чтобы было тепло и влажно. То есть, чем более теплый и влажный год, тем больше вероятность того, что эти плодовые тела созреют и мы их с вами увидим. Но четких таких, что только осенью или какое-то другое время, такого нет, потому что есть грибы, которые уже успевают созревать плодовые тела весной. Например, сморчки и строчки их собирают. В нашей полосе существует три вида грибов – съедобные, условно-съедобные и ядовитые. Несмотря на четкую классификацию, будучи неопытным грибником, невозможно на глаз определить, какие грибы можно собирать, а каким не стоит даже прикасаться. Если в случае мухомора или бледной поганки все более чем понятно, то к ложным грибам вопросы могут появиться у уже опытных грибников со стажем. Отправляться в лес стоит все же со знающим человеком, который покажет вам несъедобные экземпляры и научит их различать. Такой урок будет куда полезнее и эффективнее, чем поиск картинок в интернете или энциклопедии. Заодно попросите своего проводника показать вам наглядные примеры ядовитых грибов, чтобы в будущем не совершать губительных ошибок. На самом деле грибы их делят на категории съедобные, ядовитые и условно-съедобные. То есть те, которые при употреблении в пищу не дадут вам никакого эффекта отравляющего, но и безвкусные, грубо говоря, и таких массов тоже. В народе существует множество способов проверки грибов на токсичность, но все они ненадежны и рассчитаны на выявление какого-то одного яда. Точной идентификации возможно только на основе характерных признаков, по которым можно безошибочно опознать смертельно опасные виды грибов. Например, присмотреться к строению шляп. У ядовитых грибов она пластинчатая, как у бледной поганки или мухомора. Посмотрите, есть ли на ножке кольцо воротничок. Оно расположено примерно посередине, немного ближе к шляпке. Если гриб с юбочкой, то не стоит к нему даже прикасаться. Внимательно осмотреть стоит и нижнюю часть гриба. У мухоморов и поганок всех разновидностей имеется утолщение яйцевидной формы снизу. Однако брать незнакомые грибы эксперты все же не рекомендуют. Универсальных признаков отличия съедобных от несъедобных грибов не существует. И, конечно, если вы задумывались о сборе грибов, вам все-таки нужно, чтобы вам показали, какие грибы съедобны, какие несъедобны. Те люди, которые знают это. И некоторые практикуют определение съедобных и несъедобных грибов по определителям. И я бы вот не советовала, если вы не специалист-ботаник, этим заниматься, потому что последствия могут быть страшнее, чем удовольствие от их поедания, так скажем. Несмотря на то, что в кругах грибников набирает популярность приложения для определения пригодности грибов в пищу, они скорее помогут тем, кто уже имеет опыт в их сборе. К тому же нередко такие приложения ошибаются из-за плохого качества фотографий. Полагаться стоит на себя и свой опыт, чтобы не стать жертвой ядовитого гриба. Елизавета Газизянова, Ленар Гизатулин, Универньюз.